Здравствуйте! В каждом выпуске нашей программы мы говорим об одном из районов Алтайского края. Их в нашем регионе 59. Сегодня гость нашей студии Эдуард Васильевич Винтер, глава немецкого национального района. Здравствуйте! Добрый день! Расскажите про район в целом. Ну, появилась такая замечательная возможность рассказать о районе, о его жителях, об успехах районах, о его развитии. Ну, конечно, хотелось бы начать свой рассказ, наверное, с исторических корней района. В 1927 году район был впервые образован и просуществовал до 1938 года. Если бы он не прекращал свое существование, то вот в 2022 году ему бы уже исполнилось 95 лет. Но в настоящее время, можно сказать, что район прекратил свое существование. Потом долгое время часть территории была частью территории Хабарского района и частью территории Славгородского района. 1 июля 1991 года район был воссоздан в прежних границах, и административным центром снова стало село Гальпштадт. Конечно, очень много было вложено сил и средств для того, чтобы после воссоздания района для его развития. Конечно, сейчас мы много вкладываем усилий для того, чтобы участвовать в краевых администрационных программах, в программах Министерства сельского хозяйства, в программе Министерства финансов Алтайского края по поддержке местных инициатив, для того, чтобы дальше развивать наш район. Ну, конечно, главное богатство района – это его люди, трудолюбивые, которые сегодня вкладывают свой труд для того, чтобы район дальше развивался. У нас много исторических традиций. Конечно, мы можем гордиться тем, что у нас село Орлово во время Столыпинских аграрных преобразований посещал сам Петр Аркадьевич Столыпин. По просьбе главы общины села Орлово Якова Реймера. И благодаря энтузиазму одного из наших жителей района, который сегодня живет в Барнауле, мы очень ценим его труды, Иван Генрихович Бекер, благодаря стараниям и усилиям которого был воссоздан памятник, который был специально посвящен визиту Петра Аркадьевича Столыпина в село Орлово. А как он выглядит? Что за памятник? Это небольшая стелла, которая была как раз посвящена тому, что было сделано после визита Петра Аркадьевича Столыпина в село Орлово. В общем-то, такие визиты это не частые вещи, но на самом деле это дало импульс для развития сельских общин на территории будущего района. Во времена аграрных преобразований начали строиться школы, больницы, и это, конечно, было большим событием для тех, кто переселялся в Кулундинские степи. Поэтому в 1927 году район был создан, до 1938 года он просуществовал, были, конечно, свои, своя история развития. Мы пытаемся сейчас ее восстановить, восстановить имена людей, которые тогда работали и жили в районе. И, конечно, мы гордимся тем, что, в общем-то, наши успехи, район был воссоздан, и у него появилась новая история, страница в его развитии, и появились новые успехи. А район создан именно с тем же самым названием? Название немецкий национальный район Алтайского края. Мы, конечно, можем говорить о первом главе, это Бенгард Иосифович, который много сил приложил для того, чтобы район был создан. Мы можем говорить о таких людях, которые в свое время сделали много для развития сельского хозяйства. Это герои соцтруда Петерс и Шнайдер Фридрих Фридрихович, которые тоже своими трудами создавали ту базу, тот фундамент, на котором, скажем, сегодня работают сельхозпредприятия района. И много сделано для развития сел района. В частности, благодаря усилиям Фридриховича Шнайдера, село Подсоснова стало одним из самых, наверное, красивых сел, на наш взгляд, Алтайского края и, наверное, всей России. И сегодня мы можем говорить о том, что село Подсоснова только неоднократно было победителем краевого конкурса самого благоустроенного села Алтайского края. И, конечно, это те труды тех поколений, которые предшествовали нам, те, которые закладывали большой основательный фундамент для того, чтобы дальше было устойчивое развитие района. А расскажите, на территории района какие фестивали проходят, праздники? На территории района сегодня проходят постоянные традиционные культурные фестивали. Это фестиваль, который вот уже на протяжении десятков лет со времени образования района, его создание, это фестиваль Зоморфест. У нас появилось буквально последние годы, 4-5 лет назад новая традиция, это проведение рождественских встреч, рождественской ярмарки на территории района. Мы проводим регулярно смотры художественной самодеятельности. И многие проекты в области культуры, они развиваются благодаря, в том числе, поддержке Международного союза немецкой культуры. Расскажите про рождественскую ярмарку, когда проходит, что на ней есть? Рождественская ярмарка проходит уже 5-й год на территории района. Последние годы она проводится на территории села Гальпштадт, райцентра нашего района. И, в общем-то, это главная его идея, это перед Новым годом, о тех традициях, которые были раньше. То есть, конечно же, это заложено, что традиция празднования, то, что называют у нас католическим Рождеством, наверное, в стране. Но эта традиция сохранилась, и она на территории района возникла с переселением немцев. Поэтому, в принципе, всегда это было традиционно в семьях. Этот праздник тоже был так, ну, нами, так скажем, задуман, создан. Эта идея возникла для того, чтобы сохранять эту культуру, эту традицию. И, в общем-то, передавать ее уже нашим детям, в первую очередь. Последние годы, вот в прошлом году, в этом году он проводится в онлайн-режиме в связи с ограничениями. Но вызывает большой интерес стороны местных жителей, жителей района и тех, кто регулярно интересуется жизнью района. И формирует новогоднее настроение. Да. А расскажите, что могут посетить туристы, если они приедут в район? Ну, у нас ближайшая точка притяжения туристов, это, конечно, город-курод Кировое. И в основном те, кто посещают Кировое, они бывают на экскурсиях в немецком районе. В том числе посещают мини-зоопарк в селе Подсоснова, который, благодаря усилиям местного хозяйства, на сегодняшний день поддерживается в нормальном, хорошем состоянии. И, конечно, это вызывает интерес, восторг, в том числе у детей, у тех, кто приезжает на отдых в Яровое. Заслуженной популярностью, конечно, у нас пользуется продукция фирмы Брюки, потому что это качество, это традиционное качество, то есть наше, это и мясные изделия, это и сыры. И, в общем-то, в летний период это туристы интересуются не только достопримечательностями района, но и его продукцией. А продукция отправляется за территорию Алтайского края? Продукция, она сегодня реализуется и в районе, и за его пределами, и в городе Барнауле, и за пределами Алтайского края. Ее можно найти и в Томске, и в городах Сибирского федерального округа, и за его пределами. А расскажите, какие еще проекты реализуются на территории района? Мы на сегодняшний день, благодаря программе поддержки местных инициатив, реализовали несколько проектов. Это, конечно, в первую очередь ремонты домов культуры, это ремонты домов культуры в селе Подсоснова, в селе Гришковка, в селе Кусак. Мы постоянно участвуем, стараемся участвовать в программе комплексного развития сельских территорий. Благодаря этому возникли детские оздоровительные площадки, игровые площадки, спортивные площадки в районе. В частности, в этом году был реализован проект в селе Гришковка, детской игровой площадки, который сегодня настолько востребован детьми, что, как говорят местные жители, там даже иногда устанавливают очередность ее посещения. Но это действительно великолепная площадка, она создана благодаря этим программам, которые сегодня существуют, комплексное развитие сельских территорий. И, конечно, это большой подспорье для того, чтобы реализовывать такие необходимые и нужные селу проекты. Спасибо вам за беседу. А я напомню, сегодня у нас в гостях был глава немецкого национального района Винтер Эдуард Васильевич. До свидания.